Кризис Программа «Время публичной дипломатии» возвращается в эфир Горчаков ТВ. Мы приветствуем всех гостей нашей студии, а также тех, кто смотрит нашу трансляцию на официальных страничках фонда Горчакова и молодежного отделения Российского общества политологов в социальных сетях. Сегодня в студии с вами Ирина Цымбал и Иван Ксенофонтов. Ближайший час в прямом эфире лекция Василия Колташова. Напоминаем, что вопросы вы, как обычно, можете оставлять в комментариях к трансляции. Василий, многие аналитики считают, происходящее сейчас потрясение следствие торговой войны США и Китая. К ней вроде бы все уже привыкли, но юань опустился ниже 7 за доллар впервые с 2008 года. Новый мировой кризис на пороге? Как вы считаете? На самом деле мы находимся в целой эпохе кризиса и для нас здесь нет ничего нового, потому что с 2008 года этот кризис, он периодически приходит волнами. Каждую волну побеждают, объявляют о том, что все кончилось, все нормально, больше никакого кризиса нет, а потом все происходит опять. Но торговая война сама по себе не вызывает новую волну кризиса, а скорее является таким условием ее возникновения. То есть она сама возникает, вот эта торговая война, потому что нестабильная, нехорошая экономическая ситуация. Ситуация Трампа нужна во что бы то ни стало перед выборами показать, что он президент, который спасает американскую экономику и открывает новые перспективы. Ему нужно это показать. А китайцы, они должны не потерять американский рынок, потому что если они теряют американский рынок, открывается, что у них слишком много пузырей. Пузыри, даже не столько на фондовом рынке, сколько на рынке жилья, кредитный пузырь, промышленный пузырь, избыточные производственные мощности. То есть у них очень много проблем. Вот отсюда и общая обстановка. Поэтому вот в этой хрупкой ситуации, в ситуации, когда много проблем у китайцев, а он про американские проблемы все знает, про американский огромный государственный долг, вот это вот столкновение торговое, оно может действительно вызвать падение. Хотя падение, как мы видим, оно и так идет. В Барголе война достаточно велотекущая развивается в последние месяцы. А юань просел, и американцы тоже спохватились и отменили даже таможенные ограничения на целый ряд китайских товаров. Трамп подписал соответствующие бумаги. Поэтому тут такая очень интересная ситуация. Все боятся, но делают. Я думаю, что... Меня можно спросить, почему-то все замолчают. Я думаю, что нынешний август мало чем отличается от августа прошлого года и августа десятилетней давности, потому что это традиционный период для кризиса. Так вот, не преувеличиваем ли мы кризисность нынешнего августа? Это я так оппонирую вопрос ведущий. Ну, вообще-то август 2008 года это уже был месяц падения на рынках. То есть тогда нефть дешевела, и фондовый рынок США падал, а пройдет еще месяц-полтора, и уже будут проходить пресс-конференции финансистов американских Джорджа Сороса того же, и они будут говорить, спасайте нас во что бы то ни стало. А вот август 2014-го, август 2015-го года, они действительно были связаны с таким ощущением кризиса. Ну и сейчас похожая ситуация. Вопрос мой заключается в причинах. Почему это происходит в августе? Почему это происходит в августе? Я думаю, что потому, что выдыхаются, заканчиваются некоторые позитивные импульсы, которые были даны в конце года, в начале года. То есть вот эти вот усилия, которые были приложены к тому, чтобы экономику активизировать, они потихонечку выдыхаются. И не обязательно, не всегда все происходит в августе. Например, в 2016 году, в начале, в январе-феврале были самые неприятные моменты. А у нас, ну, у России, может быть, просто август еще такой месяц необычный. Сегодня тема нашей программы «Время публичной дипломатии. Что готовит кризис и как готовит кризисы». Василий, вам слово. The floor is yours. Пожалуйста. Спасибо. На самом деле мы знаем про кризисы достаточно много. То есть это не какие-то незнакомцы. Хотя то, что мы знаем из учебников экономики, чаще всего очень мало. Очень фрагментарно и очень мало. Потому что в реальности экономические кризисы бывают разных рангов, разной степени. И вот тот кризис, который нас накрыл с 2008 года, он кризис большой. Его, он, такие подобные ему кризисы, они были в истории неоднократно. Вот подобный кризис, это кризис 1970-х годов, когда тоже, начиная с 1971 года, когда был девальвирован доллар, по-настоящему с 1973 года, когда взлетели цены на нефть, развивается кризис мировой экономики. Ну, любители могут послушать речи Леонида Ильича Брежнева, где он замечательно рассказывает про американскую безработицу, про то, как все плохо и как замечательно все в СССР. Но вот это действительно, это все действительно было, то есть действительно был кризис. И он очень серьезно изменил мировую экономику. И каждый такой большой кризис меняет экономику. Очень сильно. Ну, самый знаменитый большой кризис, это Великая депрессия 1929-1933 годов. Но на самом деле есть кризисы и более высокого ранга. Это великие экономические кризисы. Таких кризисов мы, по большому счету, знаем два. И они были от нас очень давно, но они и очень сильно изменили мир. Первый такой кризис, это кризис третьего века. Он разрушил экономику Римской империи, вызвал гражданские войны в Римской империи, вызвал гражданские войны в Китае и разрушил китайскую экономику. Потряс Центральную Азию и на самом деле может считаться отцом темных веков и раннего Средневековья, когда люди и писать забывали, и читать не умели, и ждали апокалипсиса. Но был другой кризис. Кризис 14 века. У него был совершенно иной исход, хотя он тоже был связан с аграрными проблемами, с аграрным перенаселением, когда людей много, технологии примитивные, земли распаханы и уже не дают урожая. А климат еще и ухудшился. Вот это все было и в 14 веке. Только в результате этого кризиса появился всем нам знакомый капитализм. То есть вот такая вот система экономическая, где все построено на получении прибыли, на постоянном привнесении каких-то новых технологических решений и на цикличности. Вот с этого момента, с кризиса 14 века, который в человечестве запомнился в основном благодаря чуме, кто-то пировал во время чумы, а кто-то просто умирал. И, в общем, время было страшное. Но оно закончилось и началась целая эпоха, в которой мы по-прежнему живем. То есть такая огромная историческая эпоха. Сперва торгового капитализма, потом промышленного капитализма. В конце 18 века, это хорошо видно здесь на слайде, вот у меня появился еще один большой кризис. И этот кризис был уже кризисом таким системным, потому что начиная с 14 века по конец 18 века время от времени случались вот такие большие неприятности, как наш кризис, современный кризис в мировой экономике. Просто какую-то четкую цикличность здесь выделить не получается. Ну, не очень понятно. Вот один из них в конце 16 века, другой в середине 17 века, еще один в начале 18 века. По всей вероятности, не очень точно пока это все установлено. Тут еще экономическим историком копать и копать. Но вот с конца 18 века кризис принудил к появлению промышленности в Англии, и началась промышленная капиталистическая эпоха. И с этого момента кризисы чередуются каждые 25-35 лет примерно. Ну, там, иногда даже 15 лет перерыв. По сути, это точки начала и точки окончания волн Кондратьева. То есть таких вот периодов то быстрого, то относительно медленного развития повышательных, понижательных волн. И это вот наш кризис, такой кризис. И таких кризисов было очень много. Начиная с конца 18 века, они происходят. А пока идет эта волна, волна развития, происходят средние кризисы. Вот про них в основном все написано в учебнике. Вот про них известно, что это так называемые десятилетние кризисы. То есть десятилетние циклы, да, прошу прощения, десятилетние циклы. А вот большие кризисы, которые заканчивают и начинают волны, они могут продолжаться вот уже по 10 лет по-настоящему. И это кризисы эпохи. Только в 20 веке экономисты научились бороться с кризисами. И появилась контрциклическая политика. И с этого момента, как сказал французский историк Фернан Бродель, удалось превратить кризис-ураган в наводнение. И вот кризис 70-х годов, чем он сродни нашему современному кризису? Тем, что он, по сути, кризис наводнения. То есть в нем есть какие-то волны, и, в принципе, все плохо. Какая-то стакфляция, да, то есть и инфляция, и производство не очень-то развивается, и безработица высокая, и постоянно какие-то хронические проблемы. Но вроде можно иногда и показать рост ВВП неплохой. А потом бах, волна, паника, и не знают, что делать. И вот наш кризис, кризис, который у нас с 2008 года, кризис эпоха целая, 10 лет, даже более 10 лет вот этих вот неприятностей, он тоже распался на волны. И началось с того, что кризис этот был окончательно, ну, как всегда, все окончательно происходит, побежден Бараком Обамой, Федеральной резервной системой США в 2009 году. Они отчитались под конец года, что победили, все кончилось. А потом началась новая волна кризиса. С 2013 года еще по чуть-чуть, а 2014 год был же очень серьезный, очень сильно ударил по российской экономике, да вообще по всем экономикам БРИКС. И все это заканчивается только в начале 2016 года, когда появляется новая экономическая политика в мире, новая экономическая политика. И у американцев тоже новая экономическая политика. Ее правильно называть такой неомеркантильной политикой, расчетливой политикой. Хотя прежняя эпоха, которая берет начало с 70-х, кризиса с 70-х, это эпоха свободной торговли, глобализации, эпоха не очень расчетливого поведения и господства американских правил игры. Но Трамп победил, правила игры отменил. Да и все поняли, что правила игры не работают, потому что рубль девальвировался, другие валюты девальвировались, выяснилось, что создавать режим благоприятствования для иностранных товаров на своем рынке невыгодно, надо проводить политику импортозамещения. И самое интересное еще даже не это, а поведение старых лидеров, старых центров капитализма, Соединенные Штаты, Великобритания, страны Еврозоны, Германия в первую очередь. Они сказали, мы вам очень благодарны, что вы нам так помогали в 2008-2009 годах, когда в основном плохо было нам, но по этой причине сейчас мы постараемся взломать ваши рынки и сделать так, чтобы нам было хорошо. И вот отсюда и берет начало в случае с нами, это война санкций, в случае с американцами и китайцами это торговая война. То есть вот смотрите, как кризис, он разрушил консенсус, разрушил некую гармонию, и на самом деле можно отправлять на свалки тысячи учебников, написанных учебников экономики, написанных о том, где говорится про глобализацию, про то, что вот это будет бесконечно. Все, кончилась глобализация, началась регионализация, началась активная региональная интеграция, обмен квотами между странами. В частности, мы можем говорить о том, что Российская Федерация заключает соглашение об обмене квотами с Китаем, с Индией. Дедоларизация объявлена. Как так, дедоларизация? Кто мог подумать в 2010 году, что будет дедоларизация? Тогда вообще-то Большая Двадцатка работала как пожарная команда старых правил и старой системы. Но кризис все это изменил. И вот здесь мы видим особую роль этих кризисов. Это не просто кризис перепроизводства. Но те, кто читал «Капитал Маркса», знают, что там детально разработано все. В советских учебниках политической экономии это тоже было. Кризис перепроизводства. Вот обычный средний кризис – это кризис перепроизводства. Когда спрос оказался ниже, чем предложение, это может произойти прежде всего на рынке недвижимости. В нашей экономике современной это как раз очень сильно связано с недвижимостью. И с автомобилями, кстати говоря, и с турпоездками тоже. И все, начался кризис. Постепенно излишки были ликвидированы, слабые игроки проиграли. Начался новый подъем. Вся эта неприятная история продолжалась несколько месяцев. Ну, может быть, 8 месяцев. Ну, 12 месяцев. Вместе с депрессией. А тут не так. Тут целая эпоха. Очень много лет. Очень-очень много лет тянется. И при этом меняются все правила игры. Меняются, кстати говоря, и вещи, которые казались установленными надолго. Ну, например, робототехника. То есть технологическая революция происходит. И вот каждый такой большой кризис, он приносит свою технологическую революцию. Не то, чтобы технологий не было до этого каких-то. Ну, например, о робототехнике мечтали с 70-х, 80-х годов. Да и да и раньше. Сколько фантастов об этом писало. И в 80-е годы ее ждали уже вот-вот на пороге. Но на пороге появился китаец с отверткой и победил роботов. И выяснилось, что вся философия киберпанка с ее ужасами и весь такой позитивный настрой оптимистов, цивилизационистов, все это пошло коту под хвост. Потому что экономика стала такой, где роботы, конечно, есть, но основная работа падает на плечи людей. А сейчас мы наблюдаем новую волну автоматизации. Автоматизация производства. То есть, если взять, например, современные российские производства сыра, которые ставятся в ответ на политику санкций, там очень высокий уровень автоматизации. Ставится вопрос о том, чтобы полностью автоматически была сельскохозяйственная техника, и чтобы она управлялась операторами специальных мест. Ну, в общем, как у Носова в Незнайке в Солнечном городе. Только все это в нашей реальности, и все это под влиянием кризиса. К тому же, кризис в России разрушил такую вот сырьевую модель в чистом виде. Потому что он показал, что цены на нефть нестабильны. Хотя он не был ураганом, а был наводнением с целым рядом, лол. Но все-таки выяснилось, что норма прибыли, она упала. И совершенно не лишнее делать инвестиции в другие, в смежные отрасли, в переработку нефти. И дошло до того, что в конце 2018 года Дмитрий Медведев заявил невероятно. Он сказал, что мы можем вообще запретить вывоз нефти. На самом деле, к этому дойдет Россия когда-нибудь запретит вывоз нефти. Ну, не потому что она такая плохая, а потому что она будет перерабатывать, продавать будут продукты переработки. То есть, чтобы присваивать себе прибыль и присваивать себе рабочие места. И вот это основная идея новой экономической эпохи, которая начинается с этого кризиса. Уже начинается это присвоение. Каждая самостоятельная экономика, самостоятельный центр развития, желательно большой рынок вместе с своими партнерами, он старается присвоить себе все, что можно от прибыли. То есть, он не отдает прибыль, не отдает переработку по возможности, старается ее освоить сам. И рабочие места, и развивать собственный внутренний рынок. Хотя, все-таки ориентиры преимущественно связаны с внешним рынком, но все-таки вот эти изменения происходят. Эта эпоха такая начинается неомеркантильная. Она продлится еще примерно 25 лет, пока не наступит новый большой экономический кризис. Кризис, который регулярно происходит с конца XVIII века. А сами эти кризисы, как я сказал, они чаще всего бывают волнообразны. И вот здесь на графике видно, как развивается повышательная волна. Она, как правило, отличается просто более высокими темпами роста. Я сейчас не вдаюсь в подробности. Хотя, можно сказать, что основа повышательной волны – это все-таки развитие уже имеющегося рынка. В то время как понижательная волна предполагает расширение мирового рынка. Это может быть захват Африки, взлом китайского рынка. Это может быть взлом нашего советского рынка и присвоение его ресурсов центрами глобальной экономики. Но кризисы, которые прерывают и повышательные, и понижательные волны по Кондратьеву – это вот наш советский и российский экономист, который открыл длинные периоды развития волны Кондратьева. Они коротенькие. Коротенькие кризисы не страшны. Они бывают чаще, бывают реже. Но, в общем, они не столь ужасны. И ничего они приблизительно не меняют. То есть таких крутых изменений не делают. Они, конечно, обновляют уже имеющуюся промышленность. Но, когда случается большой кризис, появляются революционные отрасли, новые отрасли. И это очень характерная такая важная особенность. Вроде бы, да, кое-что появляется и до кризиса. Но кризис именно продвигает эти новые отрасли и создает совершенно другую реальность. Вот кризис 70-х годов создал реальность с интернетом, с мобильным телефоном, с персональным компьютером. Не с компьютером, который находится в распоряжении корпорации, а вот именно с компьютером, которым может пользоваться каждый человек. Кризис 1873-1880 годов привел к революции в сталелитейной промышленности и к появлению больших стальных судов. Это очень помогло в захвате Африки европейцами. И здесь, когда Отто фон Бисмарк, немецкий канцлер, оказался в Гамбурге, в порту и увидел новые огромные стальные корабли, не броненосные корабли, а вот именно транспортные суды, он сказал, что это совершенно другой мир. Потому что еще 5-7 лет до этого все суда практически были деревянные, кроме военных. И то не всех, в основном, деревянные каркасы. То есть не было еще таких возможностей. А тут переворот. А кризис, который разразился в 1899-1904, в России он тянулся до 1907 года, он привел к крайне важной революции. Это электричество, внедрение электричества в промышленности. Это легковые автомобили, грузовые автомобили, производство автомобилей, конвейер появляется. Но, понимаете, это было просто потрясающе для современников. Потому что какое электричество, какие автомобили, есть пар, есть паровые машины. Как может быть такие вещи? Причем ведь известна судьба немецкого инженера Рудольфа Дизеля, который изобрел дизельный двигатель. Он не мог найти понимание у себя народнее в Германии. Ему чуть ли не пальцем у виска крутили и говорили, ну вы что, ну какой дизельный двигатель? С ума сошли? Есть паровая машина. Что вы ходите с какой-то ерундой? Дизельные двигатели. Это все лабораторные игрушки. Не надо. Он уехал в Америку и через некоторое время добился успеха. А прошло еще какое-то время, и уже практически все суда были с дизельными двигателями. Корабли и большое количество автомобилей, и танки с дизельными двигателями в большинстве случаев. То есть и грузовые автомобили. Он пошел, этот мотор везде. Ну параллельно с карбюраторным двигателем. То есть это тоже было произведено. И вот эти новые отрасли, которые возникают, и новые продукты, которые возникают, они очень сильно меняют мир. Но вот эти вот кризисы, а мы находимся в ситуации такого кризиса, они, будучи измененными, когда человек-регулятор вмешивается, они способны стать непредсказуемыми. Потому что по естественной логике такой большой кризис должен развиваться примерно как? Большая страшная волна, падение, ну вот Великая депрессия. Обвал фондового рынка, за ним обвал промышленности, Великая депрессия в США и в мире 1929-1933 годы. Падает рынок, падает производство, депрессия, массовая безработица, крайнее напряжение в обществе, поиск неких политических решений. Но все это в процессе депрессии, все лежит. Никто не пытается исправить ситуацию. По-настоящему не пытается, потому что нельзя же вмешиваться в экономические процессы. Как можно рынок, пусть сам все отрегулируют, а рынок 10 лет ничего не может отрегулировать. И по легенде, кто-то из журналистов спросил американского президента Франклина Делана Рузвельта, который вытаскивал Америку из Великой депрессии. А как же так? Вы что, не верите в законы рынка? И Франклин Рузвельт сказал, ну знаете, если бы они в самом деле так хорошо работали, в этом кресле сидел бы другой человек. Он же был американским президентом, который исправлял ситуацию. И вот государство, оно приобрело в 20 веке, после Великой депрессии, особенно большой опыт вмешательства. И поэтому некое естественное развитие было прервано. И мы находимся в ситуации, когда не очень понятно, произойдет ли падение рынков, настоящее большое падение рынков в 2019 году, может быть, в первом месте 2020 года, или нет. Потому что многие эксперты, аналитики, обещали его еще в конце прошлого года. Они говорили, что 2019 год начнется в условиях, когда американские пузыри на фондовом рынке рухнут. Ну, лопнут, прошу прощения. А эти пузыри, они еще больше надулись, чем они были в 2007 году. Потому что вообще вся эта система выглядит крайне нерационально, неестественной в США. Да, за этот год на триллион долларов вырос американский государственный долг. И это тоже такая основа общеэкономических пузырей. Но это в то же самое время и способ имитации экономического роста и развития. Американская экономика растет во многом потому, что правительство заимствует деньги и крадет их. Потому что естественных источников, ну, если говорить о России, у нас там профицитный бюджет, у нас положительное сальто торгового баланса, у Соединенных Штатов такого нет. Поэтому они берут, что называется, из воздуха, заимствуют. Но нужно платить в какой-то момент. Этот долг растет. И в этом году его позволили увеличить не на полтриллиона, а на триллион. И это очень большая сумма. И это о чем говорит? О том, что велик страх того, что кризис в самом деле вырвется. Вырвется наружу. Потому что кризис представляет собой такого пленника, которого смогли опутать сетями контрциклических решений, опутать решениями Федеральной резервной системы, спасти банки, которые должны были лопнуть, спасти промышленные компании, которые должны были понести убытки. Правительство взяли на себя их убытки. Многих спасти. И вот эти механизмы, они создали странную ситуацию 2019 года, когда мы видим, что и в Китае пузыри, и в Америке пузыри. В Европейском Союзе застойная ситуация. А все равно никакой катастрофы не происходит. И мы 2 август, на самом деле второй, с 2018 года, когда тоже была сложная ситуация, когда, ну, казалось бы, что не удастся сдержать возможное падение, потому что волна девальвации прокатилась по экономикам, которые называют чаще всего развивающиеся, то есть, ну, небольшим экономикам. Турецкая лира девальвировалась. И подобная ситуация была в Латинской Америке, в Азиатско-Тихианском регионе. То есть многое, где такое происходило. Это давило на рынок нефти. И цены на нефть, я напомню, что в декабре 2018 года упали. И мы видели, как в моменте продолжалось несколько дней, всего 70 рублей за доллар. Поэтому вот призрак кризиса. Вот он бродит, и он появляется время от времени. И тут же бросаются все силы на то, чтобы его убрать. Убрать его со сцены, он уходит. Но в значительной мере кризис должен выполнить работу. И он кое-где ее выполнил. Поэтому если мы говорим о российской экономике, то надо признать, что кризис в значительной мере свою работу выполнил. Он отрезвил. Потому что 2008-2009 год он вообще не отрезвил экономическое руководство. Они решили, что это было просто временное недоразумение. И одновременно с этим решили, что это Америка устроила нам кризис. А мы? Ну, а мы просто пострадали. Но как только Барак Обама справится, ну, как-нибудь же справится, все пойдет примерно так, как оно шло. И так оно и шло до 2014 года, пока мы не ощутили страшный обвал нефти, а вместе с ним и страшный обвал рубля. И была очевидна и беспомощность Центрального банка в этой ситуации. Потому что они повысили резко, повысили ключевую ставку в расчете на то, что это написано в учебнике экономики. И даже дети экзамены в ЕГЭ сдают по этой формуле. Если ставку поднять, ключевую ставку Центрального банка, по которой он кредитует коммерческие банки, то уменьшится возможность заимствовать деньги, и цена денег увеличится, соответственно, не будет обесценивания национальной валюты. Но произошло ровно обратно. Произошло обесценивание рубля в этой ситуации. Они не справились, они сами не понимали, что происходит. А на самом деле они в тот момент дали сигналы того, что экономика холодная, что в этой экономике уже не кредит, ничто не имеет никакого смысла при таких ценах на нефть, что все разваливается. А потом эта, точнее, подобная ситуация повторялась в 2015 году, в начале 2016 года. И если в начале этого процесса, второй волны кризиса, казалось, что, ну, хорошо, упали цены на нефть, ну, они же периодически падают, и все будет нормально, то тут выяснилось, что это не так. К тому же, так называемые наши партнеры, они пришли за добычей, они сказали, мы видим, что у вас проблемы. Поэтому для нас, а у нас тоже очень большие проблемы, поэтому для нас замечательное решение было бы взломать ваши рынки и забрать ваши ресурсы. И то же самое, в кавычках, предложение было адресовано Китаю. Китай, не лучше ли тебе девальвировать юань? Я, например, я говорю о ситуации начала 2016 года. Тогда ты вернешься, твоя экономика рухнет, твой рынок рухнет, ты дашь возможность развитию кризиса, такому стихийному, и ты откатишься где-то к концу 80-х, начало 90-х, и тогда это будет замечательный, послушный Китай. И Россия, которая тоже, значит, в подобной ситуации окажется, она тоже будет замечательная и послушная, прекрасная, в кавычках, к России Россия Ельцина, не такая Россия, которая с окрепшими корпорациями, с собственным мнением во внешнеполитических вопросах, какая дерзость, да, а страна, которая будет открыто предоставлять свои ресурсы внешним лидером. Но это не получилось. Не получилось и у Дональда Трампа осуществить настоящее масштабное свое собственное американское импортозамещение. Даже начать его как следует, потому что получилось у него создавать рабочие места в основном сфере услуг, сальдо торгового баланса осталось плохим, китайские товары как были, так и остались на американском рынке, выгнать их не представляется простым делом. И весь секрет-то в том, что в ходе кризиса был спасен американский фондовый рынок. И вот тут мы выходим на очень интересную вещь. На самом деле кризис можно остановить. То есть можно остановить кризис в своей экономике, не дать ему выполнить его работу. А его работа, она не просто разрушительная, это работа в значительной мере и лечебная. То есть это такой доктор, просто это доктор, у которого очень грубые методы, и они в основном хирургические. Но он приходит и лечит. Вот российский фондовый рынок упал, китайский фондовый рынок упал страшно в 2015 году. Там 40%, даже более, падение индексов Шанхай-Композит было, шанхайская биржа. И это показало, что удалось кризису в значительной мере отрезвить и бюрократию, и бизнес-управленцев, и экономику. И показать, что не финанс, не финансиализация экономики, а развитие новых производств является перспективным. И новых типов сотрудничества. Но в случае с Китаем, сотрудничество с евразийскими экономиками, обмена квотами, когда мы покупаем что-то китайское, они покупают больше российских товаров. Вот последнее решение – это допустить российскую сою на китайский рынок вместо американской. А американцы в ситуации дорогого доллара, это подобное касается и Европейского Союза, попали в очень странную ситуацию. Они вроде бы финансовый центр мира, каковым они были еще и в 60-е, и в 70-е годы, очень давно. Но их продукция почему-то очень дорогая. Никто не хочет ее покупать. И дело даже не в том, что дорого обходится рабочая сила. Дорогое все. Дорогая земля, дорогая недвижимость, дорогой транспорт, все издержки. Все очень дорого. Все чревато большими издержками, любая деятельность. Поэтому что он остается? Остается соя, мясо птицы и сжиженный газ и нефть. То есть, по сути, примитивный набор сырьевых товаров. И похоже, что те, кто смогут кризис законсервировать, не выполнят его указания, они окажутся в очень нехорошей ситуации в эпохе следующего экономического подъема, потому что они будут к ней неподготовлены. Они останутся теми же больными, которыми они вошли в эпоху кризиса. Поэтому борьба с кризисом, успешная борьба с кризисом, это не тогда, когда вы его останавливаете. Остановить его невозможно. Он все равно выполняет свою функцию. А когда, наоборот, он справляется со своими задачами, расчищает вашу экономику от неправильных стратегий, от неправильной политики, от неправильных структур и открывает новые возможности для развития. А вот если вам удалось это все остановить, и вам кажется, что ваши структуры спокойно, и все вообще спокойно пережило кризис, то вы входите в новую эпоху в худшей позиции. Спасибо. Посмотрите программу «Время публичной дипломатии». О механике и периодичности мировых экономических кризисов мы сегодня говорим вместе с Василием Колсашовым, директором Института нового общества, руководителем Центра политэкономических исследований. Известно, что Китай является держателем американских ценных бумаг примерно на триллион долларов. Что будет с миром, если Пекин решит в одночасье избавиться от этого запаса? И нужно ли это Пекину? Пекин старается не разрушить свою торговую связку с Соединенными Штатами. Я напомню, что еще не так давно многие западные профессора писали о том, что в мире наступает эпоха Чемерики. То есть Соединенные Штаты и Китай будут представлять собой единое целое. Они настолько срослись в торговле, в финансах, что они станут некой единой экономикой. И это будет такая целостность, новая целостность глобальная, которая будет управлять всеми процессами в мире. Но еще Барак Обама говорил, что не Китай будет писать правила международной торговли. И началось расцепление этих экономик, потому что выяснилось, что развитие каждой из них, особенно развитие американской экономики и сохранение ее лидерских позиций в мире, связано с тем, что нужно поставить Китай на место, вовсе не срастаться с ним. И Китай, вот вы задали очень интересный вопрос, что он будет делать. То есть Китай старается не продавать, то есть не терять инструменты давления, а старается как можно больше ограничивать американское давление. Но даже если они сбросят на триллион долларов бумаги все, то Федеральная резервная система просто их выкупит. То есть Федеральная резервная система их заберет, эти бумаги не будут в обращении, но проблема в том, что денежная масса окажется очень большая, им придется где-то ужимать денежную массу. Вот смотрите, как все это устроено. Американское правительство на самом деле занимает как бы у самого себя, то есть он занимает у Федеральной резервной системы, которая вводит частный банк, но в то же время она и не частный банк. То есть Федеральный резерв контролирует половину американского долга. Вторая половина американского долга находится в обращении у других государств, у частных держателей американских долговых бумаг. И что делает ФРС? Он старается не допускать слишком большого разрастания долларовой массы в мире, потому что если доллар обесценится, то американцы потеряют финансовое лидерство. Кому тогда будут нужны доллары, кому нужен будет американский финансовый рынок, американские банки? Это очень сложная ситуация. Поэтому у Китая здесь механизм, то есть в триллион долларов это может ФРС и не справится. То есть отдав Китаю эту сумму, им нужно будет где-то ее убирать. Например, не дать деньги американскому правительству. И тогда у него не будет денег на то, чтобы финансировать перевороты в других государствах, например, финансировать военные поставки на Украину, то есть финансировать военные базы. То есть это очень такая сложная, сложная окажется у американцев ситуация. Им придется свертывать свою гегемонию, которая уже не является экономической. Вы смотрите программу «Время публичной дипломатии». Сегодня у нас в гостях известный российский политолог, ведущий радио России Игорь Шатров. Добрый вечер, Игорь. Я уже задавал сегодня вопрос. Я просто вас не представил. Но я, насколько понимаю, у вас какое-то свое есть мнение. Вы им поделитесь сейчас. Я не готов оппонировать Василию, но я пытаюсь сам в этом разобраться, в этой очистительной роли кризиса. И прихожу к выводу, что тем не менее идея борьбы с кризисами, она ведь у мамы-то овладела всех. И вот вдруг один такой разумный экономист Василий Колташов нам говорит постоянно об очистительной роли кризисов. На самом деле настолько ли она очистительна, если с ними, тем не менее, борются все и строящие одну модель экономики, более социальную и либеральная экономика, также не принимают кризисы. Я не понимаю, почему тогда борются. Всегда боролись с кризисами во все времена. В 1850 году, например, во Франции, правительство Наполеона III ввело на себя долги железнодорожных компаний. Сказал, ну не может же такого быть, чтобы железнодорожные компании обанкротились. Они, конечно, авантюристы и жулики, но долги у них не должны быть. Мы их лучше заберем на плечи налогоплательщиков. Подобное поведение было у американцев, когда в 2008 году Джордж Соррер сказал, что не надо выкупать у нас финансистов акции, просто дайте нам денег. Во время, в начале Великой депрессии, президент Герберт Гувер обратился к крупнейшим американским собственникам и просил их на бумажках, на совещании написать, сколько кому нужно денег. Просто попишите. Президент собрал потом бумажки, ну и, соответственно, люди получили эти деньги из казны. То есть разные были способы. Но дело в том, что можно бороться с кризисом, пытаясь сохранить все, что было до кризиса, а можно сделать то, что кризис требует. Например, вот пример Герберта Гувера, это был неправильный пример. Пример Джорджа Сорреса, это тоже неправильный пример, потому что он не привел к подъему, к будущему. Скажите правильный пример. Правильный пример состоит в том, что вы понимаете, что, например, должны появиться собственные отрасли, новые отрасли. Если мы говорим о российской экономике, что вы должны восстановить то, что вы потеряли, и считая, что всегда будете получать очень высокую прибыль только от сырьевого сектора. И остальные сектора вам невыгодно развивать, потому что там норма прибыли ниже. Вы это делаете, это правильное действие. Но смотрите, у нас это делается со второй попытки. Потому что в 2008-2009 году... Помогали банкам. Да, в 2008-2009 помогали банкам. Банкам всегда туда спасали банки, в первую очередь. И в меньшей мере реагировали на ситуацию в реальном секторе. Спасали застройщиков. Но самый интересный пример ответа на кризис, правильного ответа, это кризис 1948 года. После Второй мировой войны, казалось бы, не должно было быть никакого экономического кризиса. Но на самом деле кризис был. В первую очередь он был, конечно, в основном в Соединенных Штатах Америки, потому что они очень много выиграли от этого. И кризис, когда он начался, он вызвал очень большой страх милитарный. И это привело к форсированию программы с помощью Европе. План маршала знаменитый, когда Соединенные Штаты открыли свой рынок для европейцев. То есть они создали новую рыночную реальность, расширили рыночную базу, расширили возможности для работы американских компаний, уступили где-то европейским компаниям и очень быстро выскочили из этой ситуации. Очень легко. Это, наверное, единственный пример, когда так легко удалось понять, что нужно делать. Потому что в основном правительства, они не любят делать то, что кризис от них требует. Например, кризис требует, чтобы банки лопнули, как в Америке. Вот он требует. А Сорос говорит, ну такого же не должно быть. Это же наши деньги, наши банки, наши финансовые компании. Нет, пожалуйста, поддержите нас. Или нужно спасти пузыри на фондовом рынке, вот как сейчас в Америке. То есть огромные пузыри. Потому что я уточню, что биржевые индексы, несмотря на снижение последнего времени, последних месяцев, они все-таки в более чем в полтора раза выше уровня 2007 года. А в 2007 году это был как пиковый предкризисный уровень. То есть в полтора раза выше все индексы. Что делает Федеральная резервная система? Она снижает ставку и говорит, так, нет, пузыри надо все-таки немножко поддержать. Нельзя, нельзя, чтобы пузыри лопнули, нельзя. То есть кто-то должен платить за кризис? Пусть заплатит, ну кто-то другой. Пусть заплатят налогоплательщики, пришлем им больше налогового счета за дома. В Европейском Союзе такая же политика. Нельзя допустить дефолта Греции. Почему нельзя допустить дефолта Греции? Я находился в Греции 5 лет, наблюдая всю эту ситуацию, описывая ее, умножить статей. Да потому что немецкие банки держат долговые бумаги. Это же будут их убытки, если Греция объявит дефолт. Так нельзя. Поэтому давайте так. Мы сейчас как бы из греков выжмем как можно больше денег. Деньги перетихут владельцам бумаг греческих долговых. И будет под контролем МВФ эта политика продолжаться бесконечно. Вот это тоже такой способ не решать проблемы. В итоге Греция сейчас в очень плохом состоянии экономическом. Все пороки сохранились. В европейской экономике тоже все пороки сохранились. Развиваться особо не могут. Рецептов нет. Надежда одна остается. Взломать рынки на Востоке для того, чтобы прыгнуть в Центральную Азию и всюду проходить как хозяева. И соответственно получать ресурсы и стабилизировать собственную финансовую систему без падения, без разрыва пузырей, без кризиса. А это уже вступило в противоречие с другими центрами развития, которые говорят, подождите, как это так? Нас это не устраивает. Василий, скажите, а вот если мы обратимся к каким-то популярным источникам, например, Википедии, там среди основных причин кризиса 2008 года обязательно указывается чрезвычайно высокая задолженность домохозяйства. Такой популярный мем, что ли, который очень любят журналисты. Сейчас много говорится о том, что россияне чересчур закредитованы, долго такое продолжаться не может. Вот ваша оценка, это действительно настолько страшно? Ну вообще, это еще в капитале Маркса было показано, что основа экономических кризисов – это разрыв между спросом и предложением. То есть у потребителей нет денег, чтобы купить все товары. Но дело в том, что этот процесс, он в мировой экономике неравномерно распределен. Поэтому глобальный кризис в 2008 году начался именно в США. Потому что другие потребители, они, например, были в нормальной форме. То есть российские потребители не очень переживали, и у них все вроде бы летом 2008 года было нормально. Ну некоторые компании говорили, что джинсы какие-то плохо продаются, там еще что-то. Но главные потребители были американцы. На них приходилось тогда 40% мирового спроса. И их проблемы были решающими. К тому же американское правительство недооценило ситуацию. Потому что они не думали, что какие-то рядовые домашние хозяйства, они способны вызвать такую бурю. И когда это стало понятно, в начале еще, в первом месте 2008 года, правительство президента Буша, Буша-младшего, оно начало делать налоговые возвраты. В июне как раз 2008 года пошли налоговые возвраты американцам. Примерно, средний чек 200 долларов. Для того, чтобы американцы пошли, потратили эти деньги и поддержали, как говорят американцы, нашу экономику. Но американцы повелись несколько иначе. Они сказали, времена наступают плохие, можно отложить эти деньги. А некоторые, даже многие, они просто пошли и заплатили свои долги по кредитам. То есть, роста потребления не произошло. Немножко стабилизировали банковскую систему. Поэтому через несколько месяцев пришлось платить по-настоящему все экономики. Кризис развернулся дальше. То есть, эта мера не сработала, потому что она была очень ограниченной, недостаточной. Нужно было сделать гораздо больше. Но тут уже стал вопрос, кого спасать. Но кризис-то уже начался. В минувшую субботу Международное рейтинговое агентство ФИЧ повысило долгосрочный кредитный рейтинг России, сменив прогноз на стабильный. Министр финансов Антон Силуанов считает, что оценка кредитного риска вернулась на уровень 2014 года. Тот, что был до введения санкций. Вы согласны с этой оценкой? Ну, то, что повышение справедливо, я с этим согласен. То есть, учитывая, что даже если сейчас будет новый шторм рынков, то российская экономика, она обладает значительными золотовалютными резервами. А вот, например, какие золотовалютные резервы у стран Соединенных Штатов или у некоторых стран Еврозоны, у которых большие долги государственные, у российских госдолг, он больше технический, он небольшой. Но у них рейтинги-то в зоне А, а у России в зоне Б. Понимаете, у нас рейтинги все равно ниже, нам чуть-чуть России повысили рейтинг, но все равно он значительно ниже, чем рейтинг у тех, кто в долгах, как в шелках. Поэтому вот в этой ситуации видна вся манипулятивность этих рейтингов. К тому же мы, я думаю, увидим на ближайшее время повышение рейтингов Украины. И это будет связано не с тем, что там что-то улучшится, а с тем, что Зеленский готов выполнять всю программу Международного валютного фонда. То есть делать все, что ему скажут. Поэтому и международные рейтинговые агентства, они в основном все американские, и огромное количество экономистов, известных международных, они будут все нахваливать сейчас украинскую экономику, говорить, что там все правильно, все замечательно, все прекрасно. И пока это все просто плохо не кончится, пока все не посыпется. Рейтинг это предсказуемость для МВФ, получается так. Если Украина предсказуема для МВФ, то значит она имеет хороший рейтинг. Скажем так, рейтинги, они немножко честные. Вот так вот. Они немножко честные. Но все равно уйдет ли украинская экономика из мусорной зоны? Да, я думаю, что они ее, да, как только они датащат, они ее просто вытащат. Хорошо. Василий, вот... Искусственно, а пока не случится дефолт, как с Аргентиной в 2001-м. Да, отличный пример. Вы коснулись вопроса золотого запаса, у России он растет, это тоже известные данные. И по последним данным, по-моему, выход был в субботу, мы уже обгоняем Саудовскую Аравию, выходим на четвертое место в мире. Сейчас у нас нефть утром сегодня, ну и в течение дня выше 60, по индикативу бренд за баррель в 40 записано в бюджете. Насколько мы знаем, вроде бы все это настраивает на оптимистичный лад. Вот этих наших кубышек действительно достаточно, чтобы бюджетно пережить? Я думаю, что эти кубышки никто не будет открывать по-настоящему. Потому что уже где-то, наверное, года с 14, ну, с 14-15 года Центральный банк просто зажимал денежную массу, то есть он сокращал денежную массу, когда падали цены на нефть. То есть цены на нефть падают, они убирают рубли из обращения, стараясь не действовать по старой рецептуре, которую нам всегда советовал Международный валютный фонд. Но вспомните, как это было в 90-е, когда ремонтация очень простая. Нужно держать сильный рубль. Как мы это будем делать? Мы будем занимать деньги за границей, доллары, бросать их на укрепление рубля. Иностранные спекулянты будут забирать эти деньги, уходить с рынка с прибылью, а мы в конце получим дефолт. — Мы продолжаем программу «Время публичной дипломатии». Я опять обращаюсь к Игорю Шатрову, сегодняшнему нашему гостю, политологу, радиоведущему. Поделитесь своей оценкой? — Ну, еще один вопрос, наверное, не оценка. Мне кажется, мы говорили даже, по-моему, в вашем слайде это было, что поглощение или пожирание новых рынков позволяет выйти из кризиса, по крайней мере, Семену Штапу позволяет свои проблемы решить. И ведь это же как-то закончится. — Если получается, на самом деле... — Ведь это же когда-то закончится, когда не удастся расширяться таким образом, каким образом будут решать эту проблему. На мой взгляд, вот, например, то, что, ну, правильно, Джон сказал, да, оценка. У меня, например, оценка ситуации в Европе следующая. Это Соединенные Штаты таким образом решают свои проблемы. То есть, когда закончились рынки противников, да, оппонентов, экономических и политических, начали пожирать рынки союзников, европейские рынки. Но и Европа когда-то закончится, как будут выходить из кризиса? — Да никак они не будут выходить из кризиса. Это вы должны понять. — Это звучит... — Это уже по-другому, Игорь. Это можно назвать и по-другому. Можно сказать в иной терминологии, что американский капитализм достиг пределов своего развития. Да, да, да. Все, потому что он не может больше взламывать никакие рынки и грабить. И он остался в себе. Да, значит, он достиг вершины. И что должно произойти? Ну, в теории, да, в марксизм-левизм, вот там должен прийти социализм, в посткапиталистическом обществе. На самом деле, на самом деле, там будет происходить деградация. На самом деле будет происходить деградация. И эта деградация... — Экономическая. — Экономическая деградация. Причем эта деградация будет зачастую носить управляемый характер. Например, это мы хорошо видим по политике в Европейском Союзе, в Северной Америке. Разрушение коренных семей с протестантской трудовой этикой, потому что производства уже никакого нет. Его какого-то взрыва, бума не обещается. А угроза, исходящая от слоев общества, от коренных европейцев, коренных американцев, она очень большая, потому что на них есть серьезный опыт борьбы. Они прекрасно понимают институты, которые существуют. Они зачастую объединены в профсоюзы. Ну, в Америке это не так, но в Европе это так. И они представляют угрозу просто для тех, кто пытается в этой ситуации, когда расшириться не получается, они представляют угрозу, они могут отнять власть. И что в этой ситуации делать? Ну, не выводить же этим элитам финансовым социализмом. Они не будут выводить. Это фантастика. То есть это не получится. Это утопия в данном случае. Поэтому будет деградация. Деградация в обществе, это не значит, что технологическая деградация. Нет, технологии будут применяться новые, будут пытаться это делать, будут какие-то производства сохранять. Но общество будет находиться в состоянии гниения. То есть социальная деградация. Социальная деградация. Вот такого вот ошеломляющего бума, который был в 50-е, 60-е годы на Западе и в Западной Европе, и в Северной Америке. Его просто не будет. Его не будет. Даже если Трамп выкинет все китайские товары сейчас, представим себе такую ситуацию, он сейчас не может, что финансисты не дают, и многие много чего не дают, то что же тогда получится? Получится, что у него остался американский рынок. Но в ответ американские товары повыкидывали со всех других рынков. И ему нужно находиться в экономике, которая сама в себе. Она, конечно, достаточно ресурсна. Но у нее нет дружелюбных партнеров. Потому что все партнеры, которых она обидела, они договорились между собой, обменялись квотами и наращивают торговлю, и наращивают развитие собственной производственной системы. То, что, по сути, начинается потихоньку в Евразии, даже додавливают Соединенные Штаты в некоторых местах. А американцы оказываются в этой ситуации в продолжительной депрессии. То есть эти моменты говорят о том, что не все и не всегда могут выйти из этого большого экономического кризиса в бум, в подъем. Потому что если вы слишком развитый, то у вас может начаться деградация. Я не случайно показывал в начале вот эти вот кризисы эпохи торгового капитализма. Потому что, ну, кажется, ну, что там, да? Экономика уже как бы структуры хозяйства, отношения уже во многом капиталистические. А, ну, сетское хозяйство еще феодальное во многом в Европе. Все нужно. Что это может нам дать? На самом деле это дает нам пример деградации крайне развитых экономик. И самая развитая экономика называется Северная Италия. Северная Италия на момент 15-16 веков это было просто место, где производилось огромное количество товаров для всей Европы. Изделия из металла, тканей флорентийские, шерстяные. Где была развита торговля, где был развит рынок труда. Где было очень развито сельское хозяйство, именно рыночное сельское хозяйство. Не как где-нибудь в Польше или в Москве с крепостными мужиками, ну, разовесимыми крестьянами просто. Очень-очень разовесимым трудом. И все это к 18 веку рассыпалось. И когда солдаты Наполеона пришли в Италию, они увидели там вовсе не Италию, Ребронта. Они увидели, конечно, прекрасные дворцы, города красивые. Но люди, которые там жили, они вообще не походили на людей эпохи Ренессанса. Это были другие люди. Нечто подобное произошло в Испании. Испанская экономика до кризиса середины 17 века, это была экономика, очень развитая рыночная экономика. Но уже в 18 веке в Испании богатство не оценивали деньгами. Его оценивали просто перечислением имущества, потому что денежные отношения были неразвиты. Причем дошло до того, что налоговая политика была совершенно сумасшедшая в этой же Испании. То есть там много чего произошло. Деградация. Деградация, потому что они не смогли взять повороты. Не дожили, Василий, классики марксизма до вашей оценки насчет деградации? Вообще, конечно, интересные прогнозы. Мне кажется, вот если Василия послушать, мы на пороге очень серьезных перемен. Я думаю, мы сейчас к прогнозу перейдем. Да. В августе 2016 года, когда всем казалось, что острая фаза кризиса давно позади, «Нью-Йорк Таймс» сетовала, что рост в мире очень уж медленный. Газета писала, потребители и бизнес ведут себя так, будто тяжелые времена будут всегда. Конец цитаты. Давайте попробуем заливнуть в будущее. И что ждет мировую экономику в ближайшие годы? Ирина, очень хороший вопрос. Я думаю, что мировую экономику ждут, ну, как только мы пройдем еще вот этот последний, наверное, период падения, возможного падения, оно не обязательно будет всеобщим и не обязательно охватит все сферы экономики. Вот почему я так говорю? Потому что вот кризис, вторая волна кризиса 2013-2016 годы, ну, россиянам трудно забыть, как она ударила по нам во всем, да, по кошельку, и что случилось с покупательной способностью нашей зарплаты, но ведь она практически не ударила по Западной Европе и по Северной Америке. То есть они кризисы не почувствовали. Ну, не было кризиса, по большому счету. Ну, там чуть-чуть фондовый рынок ушел вниз, потом все быстро выправилось, пошли денежные потоки из стран, охваченных кризисами, и все. Сейчас вполне возможно, что по ним ударят, да, но, опять же, гарантировать, что они не смогут сдержать удар, ведь они же прекрасно понимают, откуда он будет нанесен. Это не ситуация 2008-2009 годов. Они готовы, они понимают, что фондовый рынок может просесть. И они понимают, что там нельзя допускать девальвации доллара, потому что, ну, девальвировать доллар для американцев означает, ну, как бы все, уйти со сцены. Просто уйти со сцены. И в этой, как бы, обстановке, ну, будет, процесс может идти разнонаправленно. То есть, кризис может охватить Китай, фондовые рынки на Западе могут просесть, а может, там их издержат, да, то есть, а может быть, процесс еще будет отложен. То есть, мы не знаем, то есть, как это все будет развиваться, потому что очень много игроков, потому ураган и превращен в наводнение, потому что все знают, что это ураган, и все вмешиваются в процесс и что-то делают. И, ну, в случае с нами, очевидно, что, конечно, будет определенная просадка экономики, видно, что у нас есть проблемы в последние годы, годы просто бешеного роста производства и экспорта сельхозпродукции и даже замещения где-то и в промышленности, они все равно не восстановили внутреннего покупателя. Прицел был на внешние рынки. И вот эта вот нацеленность на внешние рынки, на экспорт, она является хелесовой пятой многих экономик, особенно китайской экономики, потому что уж китайцы до того, вот они вроде бы и провозглашали, что они освобождаются от внешнего, внешней зависимости, у них те приоритеты внутренний рынок, и многое сделали для развития внутреннего рынка в Китае. Даже пенсионную систему ввели. У них на момент 2008-2009 года пенсионная система еще не была как таковой, развитой. Ну, то есть определенные группы получали пенсию, там, чиновники, военные какие-то, офицеры, да, остальные все, как бы у вас дети есть, и ладно, вот как-нибудь прокормитесь. А это все они создали, они создавали более развитую социальную систему, не жалели на это денег. И все равно в зависимости от внешних рынков, рынков будет ударом. И нужно будет развивать внутренние, внутреннего покупателя его создавать. Создавать, в прямом смысле создавать и создавать производство под внутреннего покупателя. И России тоже касается. Но понимаете, что в чем дело, когда очевидны рецепты, которые вот в данном случае, то есть понятно, что будет какое-то падение, но очевидны рецепты, которые выводят из этой ситуации, обеспечивают подъем на очень продолжительный период. А в другой ситуации, если мы посмотрим на Соединенные Штаты, очевидно, откуда придет удар, и что делать, чтобы удар принять. Это тоже понятно примерно. Но вот как вообще выходить из этой ситуации на подъем, непонятно абсолютно. И вот этим отличается ситуация старых центров капитализма от новых центров. Потому что Россия относится к новым центрам. Они вообще все почему-то оказались в Евразии. Это Россия, Китай, Индия, я бы добавил сюда Турцию, Иран, естественно. И, как ни странно, Пакистан, который вышел из доверия у Соединенных Штатов, хотя они очень его любили и пичкали деньгами, но все-таки перестал слушаться. Интересы разошлись. А вот в Латинской Америке Бразилия была выведена из игры, потому что там удалось свергнуть президента Дил Мурусов, отправить ее за решетку и фактически привести к власти круги проамериканские. И в Латинской Америке американцы активно сейчас играют для того, чтобы все страны вернуть себе. Потому что еще 5 лет назад они опирались только на Колумбию. Только Колумбия. Везде остались, во всех остальных местах были левые, левоцентрические правительства, которые говорили, там, проклятые американские империалисты, мы вам не дадимся. Но они положили большое усилие к тому, что вот эту зону контролировать. Но у Европейского Союза нет такой зоны тоже. У них прицел на то, что они возьмут области на востоке. Туда тоже не получается продвинуться, не работает стратегия. Поэтому тут, скорее всего, вот как я сказал, вот эта зона, она будет не блестяще выходить из кризиса. И если говорить о Европе, то там будут нарастать противоречия. И уже видно, какие. То есть это национал-консерваторы против либералов, либералов-финансистов. Вот такие две группы. Левые себя после Ципроса очень серьезно дискредитировали в еврозоне. И не очень понимают, что им делать. Хотя они, в общем-то, могли бы быть довольно серьезной силой оппозиционной еврократии финансистам Севера. А с этими, с экономиками нашими тоже примерно понятно. То есть Китай должен будет изменить свое отношение к своим соседним. Он должен будет учесть, как вот когда-то во время США, во время плана Маршала, после Великой Отечественной войны, Второй мировой. То есть с 1947 года этот план действует. Открывать больше свои рынки и создавать очень тесную смычку с континентальными евразийскими экономиками. Строить прямо блок. И причем быть очень дружелюбным в отношении этих экономик. Не так, как сейчас Китай себя ведет. Зачастую, когда, например, они в Беларуси строят промышленные комплексы и говорят, белорусов не нанимать. Мы привезем своих. О механике и периодичности мировых экономических кризисов мы сегодня говорили вместе с Василием Калташовым, директором Института Нового Общества, руководителем Центра политэкономических исследований. Программа «Время публичной дипломатии» вновь в эфире канала Горчаков ТВ. В сентябре мы возобновляем наши открытые лекции. Внимательно следите за нашими анонсами. Напоминаю, что новости нашего совместного проекта Вы можете узнавать на ресурсах молодежного отделения Российского общества политологов. Сегодняшнюю программу для Вас готовили директор программ фонда Горчакова Дарья Лобанова, руководитель проекта Никита Макурин, автор идеи, заместитель главного редактора телеканала «Жизнь», политолог, радиоведущий Игорь Шатров, режиссер Андрей Халенко, редактор Дарья Бабаева, ассистент Анна Филина. Мы также благодарим за поддержку проекта председателя президиума молодежной организации Российского общества политологов Азамата Тамаева. Эксклюзивное право на использование материалов лекции принадлежит нашим информационным партнерам телеканалу «Раша Тудей», телеканалу «Жизнь», радио «Медиаметрикс», российскому обществу политологов, а также международному молодежному журналу «Юв Дипломаси». Мы благодарим всех гостей нашей студии, а также тех, кто смотрел нашу трансляцию на официальных страничках фонда Горчакова и молодежного отделения Российского общества политологов в социальных сетях. С вами были Ирина Цымбал и Иван Ксенопонтов. До новых встреч! Спасибо! Спасибо! Можем задать вопрос?